12 тысяч рублей за 4 часа. Работа в офисе. Объявления такого характера сегодня наводнили улицу Боголя. Что ни шаг, то новое заманчивое предложение. Только на отрезке от Ленина до СОЦа черно-белой бумажки можно было встретить десятки раз и где угодно. На столбах, исторических фасадах и даже телефонных шкафах. Лишь здание мэрии не коснулось рука нарушителей. Строго наказывать этих людей надо. Именно так считали барнаульцы, глядя на буйство рекламок. Особенно возмутило горожан, что целью своего набега рекрутеры выбрали исторический центр. Не пощадили расклещики улицу Короленко и Соцпроспект. Но долго ходить безнаказанными нарушителям, похоже, не придется. Специалисту района административной комиссии хватило и двух минут, чтобы выяснить, чьих рук это дело. Девушка, скажите, пожалуйста, я вот объявление на улице Гоголя нашла. Вы расклеивали их? Да. Я по поводу работы дополнительной. Волос в трубке не спросив. Об образовании соискателя стал перечислять плюсы будущей работы. Дескать, несложная в офисе и с бумажками. Впрочем, эти подробности не интересовали представителя власти. Главное удалось узнать личность распространителя объявлений и где можно его найти, чтобы составить административный протокол. Если это в отношении физических лиц, то административный штраф составляет от 100 рублей до 3000 рублей. Если это должностное лицо, то административный штраф составляет от 1000 рублей до 10 тысяч рублей. Ну, соответственно, если это юридическое лицо, то штрафные санкции – это максимально 50 тысяч рублей. Однако дверь по указанному адресу никто не открыл. Ничего страшного, говорят специалисты районной комиссии. Придется заглянуть сюда еще раз. Не первый случай. За последние несколько месяцев только в одном центральном районе за расклейку объявлений в неположенном месте пришлось наказать около 30 человек.